здравствуйте дорогие друзья в эфире снова программа три книги на неделю сегодня наша тема которой посвящены все наши три книги это нечто экзотическое давайте же посмотрим что это за книги и о чем они рассказывают начнем мы сегодня пожалуй с детской книги наша первая книга называется орден желтого дятла почему она экзотическая потому что ее автор бразильский писатель монтейру лобату монтейру лобату писал свои книги где-то в двадцатых сороковых годах двадцатого века вот сейчас вы видите на экране наверное его портрет и оцените какой серьезный мужчина какая монобровь вот он вообще был действительно довольно серьезным журналистом и когда он начал писать серию книг для детей познавательных он хотел там знание по физике по географии все в познавательной форме давать вот он написал цикл из двадцати трех книг которые у нас на русском языке вышли в общем-то в сокращении и они вот вышли одной книгой и и назвали орден желтого дятла сюжет простой в какой-то бры маленькой бразильской деревне живет дона лусия у нее есть два внука лусия и педро педриньо тетушка анастасия которая помогает по хозяйству вот у лусии которую все называют носишка потому что у него вздернутый нос вот у нее есть кукла эмилия сшита из тряпок которая в один прекрасный день оживает вот и начинают закручиваться события в которых участвуют поросенок робико граф де кукуруза из кукурузного початка вот в общем фантазии у него конечно буйная то есть там даже какие-то познавательные моменты они вот просто крутятся вот в этом водовороте как бразильского карнавала то есть там у него что только не происходит в кадре вот а милию вот эту вот тряпичную куклу не очень своеобразный характер в какой-то из рецензии и назвали помесью гламурные блондинки ими леди винтер которая подчинит своей воле любого не гляди что сделано из тряпочек вот мне она очень нравится эта книга я читала в детстве я думаю что вот именно вот это вот экзотический вот этот сеттинг да ну вот место место где происходят события экзотические сладости экзотические фрукты вот климат явно не наш он очень помогает ребенку и действительно вот удерживает внимание у страниц вот а в бразилии эта книга вообще ну считается одной из таких классических детских книг по ней снято 5 телесериалов 5 и 1 бразильский семейный фильм вот и не но у меня был опыт когда я разговаривала с настоящим бразильцем вот и я вспомнила вот эту книгу да я вот у него спрашивала именно те вещи которые мне запомнили с детства то есть а какой вкус уже бутика бы то есть там есть такое дерево же бутика бы на котором растут плоды вот и настоящий бразилиц он немножко удивился видимо вот как если бы меня иностранец спрашивал ну что как на вкус крыжовник на твоей даче расскажи мне пожалуйста вот вообще отличная книжка очень советую прочитать я думаю что тоже детям понравится монтейру лабату орден желтого дятла наша вторая книга принадлежит к жанру замечательному жанру рассказа ветеринара причем почему она экзотическая это рассказ ветеринара у которого множество профессий и в основном у него он лечит экзотических зверей то есть зверей которые не типичны для нашей вот зоны нашего проживания да он герпетолог он ферритолог то есть специалист по харькам то есть у него очень много специализаций первый раз я эту книгу читала когда ехала на электричке из харовска вот был их были как раз морозы у меня жутко мерзли ноги вот но и когда начала эту книгу так такое ощущение сказал ногам так вы сейчас не мерзнете потому что нам очень интересно это действительно очень интересно потому что он вот пишет но я не знаю с хериотом его конечно может быть сравнивать пока рановато но вот истории которые она рассказывает они читаются с неослабевающим интересом потому что это всегда интересно а каково это держать дома ну не знаю там потто да такой зверек мягкий похожий на плюшевого мишку что действительно есть ли люди которые держат дома жирафа или там допустим пингвина и он это вот все описывает да вот нашлись такие там вот держат он описывает особенности ящериц особенности черепах то есть каких надо каких не надо что для них нужно и так далее вот но изюминкой вот этого именно состоит в том что он очень любит своих пациентов то есть ты читаешь и ты вот запоминаешь вот этого кролика мученика иосифа с его бесконечно растущими зубами а там черепашка звездочка горилла вуки с ее там заноза это трогательнейший самый рассказ по моему в этой книге как он доставал занозу у гориллы без седации то есть без наркоза просто на личном отношении вот там есть плюющаяся кобра-карлушенька великолепное создание его и очень любит хозяин вот несмотря на то что она его чуть без глаз не оставила вот этот доктор айболит я я не шучу на самом деле он сделал протез ноги домашнему кузнечику чтобы кузнечик дожил до следующей линьки и отрастил себе новую ножку это вот на самом деле а там был еще а крылан лопа которого подарили маленькой девочки но она там на 5 что на окончании пятого класса что ли попросила вот крылан лопа который там настоящий мачо прогрыз сетку на окне и три недели где-то тусовался со стаей голубей потом его пришлось лечить от всевозможных заболеваний вот то есть читаешь читаешь такое впечатление что вот мне вот не хватило я прочитала и две и три подобных книги мне кажется что вот автор должен выпустить еще потому что это очень интересно ну харьки там допустим там крокодилы слоны вы там да там все есть вам вам вот просто хватит максим щу гарев ящерица не птица истории отчаянного ветеринара о самых экзотических пациентах ну и третья наша книга на сегодня эта книга неожиданно трехгрошовая опера немецкого драматурга и писателя бертольда брехта вот я читала ее довольно давно и потом меня очень захватил именно вот этот процесс смотреть как вот то что написано в пьесе воплощается в разных театральных постановках да в разных коллективах вот помню в детстве у меня было ощущение я очень любила андрея миронова да мне казалось что вот ну просто вот ну все ему роли подходят и у меня было такое удивление когда я увидела роль которая ему не подходит абсолютно то есть из которой он абсолютно выламывается тогда театр сатиры ставил трехгрошовую оперу и миронов там был в роли мэйки ножа вот и от абсолют от абсолютного вот этого диссонанса я как раз вот это и запомнила потом я посмотрела постановку мэйки нож это был уже фильм с актером раулем хулио вы его наверное помните по роли гомеса адамса в семейке адамс фильме вот что я хочу сказать здесь это классическая пьеса переработанная опера нищих вот брех написала ее в двадцатых тридцатых годах и общем она прославила его на мировой арене пьеса она очень и очень скажем так следует принципам эпического театра про который говорил брех да то есть это показ но отстранение от зрителя требуется именно думать то есть не вовлекаться эмоционально а именно думать она довольно страшненькая по содержанию да и она именно отстраненная чтоб можно было думать вообще почему такое происходит то есть там король нищих пичем до его дочка поле которая выходит замуж за бандита мэйки мессера все это прерывается зонгами вот зонги такие специальные песни которые тоже входят в повествование да как-то характеризует героев вот если вы тоже погуглите вы поймете что они как шурупы в мозг просто вкручиваются песенка мэки ножа то есть дима ритады мэки мессер там канонин сонг то есть песня пушек это все ужасно интересно сравнивать разных постановках то есть смотреть на первоисточник и сравнивать постановки вот а в чем же тут экзотика я поняла почему мне показалось что мироновой эта роль не подходит потому что они в театре сатиры ставили это как что-то экзотическое действительно то есть что-то из раньше во времени которые уже никогда больше не будет все вот эту вот изнанку жизни все вот эти вот лондонская саха бандиты и проститутки когда человек теряет свою человеческую основу потому что потому что жизнь такая потому что жизнь очень тяжелая как скандирует там со сцены сначала хлеб а нравственность потом то есть и советские люди до миронов там все вот играет они играют это вот как будто там мертвый тигр которого они дергают за усы даже исполнение вот этой солдатской песни все равно это пародия на киплинга на нее не чувствуют а тигр был вовсе не мертвый потому что в 90-е годы мы прекрасно ощутили на себе что это в общем то такое то есть мэки совершенно органично встраивался в наши 90-е годы вот поэтому это очень интересно это экзотично потому что это было давно и это очень похоже на действительность потому что это всегда возвращается если это не осмыслять как и просил нас бертольд брехт трехгрошовая опера бертольд брехт ну и книжный совет он же лайфхак на сегодня благодаря психологической литературе наш лексикон прочно вошло слово inside это то есть озарение когда мы понимаем какие-то как мир функционирует да какие-то вот закономерности нам становятся ясны и я могу сказать и я согласна с тем что вот так говорят что инсайты чаще испытывают люди которые читают книги потому что книги сами по себе представляют собой сборище просто инсайтов которые пережили люди в какие-то предыдущие от нас эпохи вот если вы задаете вопрос то если вы читаете много книг скорее всего у вас накопятся и ответы тоже вот поэтому будьте здоровы читайте книги переживайте инсайты увидимся на следующей неделе